Добрый день! Поздравляю всех с началом весны! Поскольку совсем скоро будет большой праздник Международный женский день, то давайте на этой неделе сделаем больше акцент к тому, как лучше подойти к празднованию этого красивого и интересного праздника. Сегодня Луна у нас находится в знаке Телец, а непосредственно 8 марта Луна переходит в знак Рак. 8 марта на небе образовывается такой большой квадрат, формированный красными аспектами, то есть начнется 8 марта с такого маленького взрыва, то есть какие-то конфликтные ситуации могут возникнуть все, но поверьте, буквально к обеду это все сойдет на нет и все будет очень красивенько и гармонично. Единственное, совет мужчинам лучше с женщинами быть в этот день очень аккуратными, а то могут так взорваться, что мало не покажется. И поскольку Венера в красивом положении, то подарки должны быть только дорогие. Итак, сегодня тем не менее Луна идет в знаке Телец. Мало того, она создает несколько позитивных аспектов к трем планетам, которые в рыбах, то есть сегодня и вся дальнейшая неделя у Телецов пройдет на достаточно позитивной волне. Близнецы. Но все то же самое, только полностью наоборот, потому что три планеты в рыбе будут создавать близнецам некоторый дискомфорт. Хотя непосредственно 8 марта, 8 и 9 настроение у близнецов значительно улучшится, Луна создаст позитивные аспекты и прежде всего это будет очень благоприятно для близнецов девочек. Так что вот это напряжение со стороны планет в рыбах никак не помешает вам позитивно отметить 8 марта. Знак Рака. Ну вот вам планеты прямо замечательно, вот все сделали так, чтобы 8 марта у вас прошло самым лучшим образом. Три планеты в рыбах создают благоприятнейшие возможности для знака Рак. Мало того, непосредственно 8 марта Луна будет идти по вашему знаку 7 и 8, то есть очевидно подарки вы уже начнете получать 7. Иногда могут быть мелкие конфликты вот в связи с ретроградной Венерой и Марсом, но они больше будут связаны с какими-то вариантами ревности там еще что-то такое. Знак Лев. 8 марта для Львов пройдет можно сказать лучше всех, потому что и Венера и Марс находятся в позитивном аспекте к знаку Лев, то есть улаживание отношений Янь-Инь, признание в любви, какие-то хорошие слова друг к другу, как нельзя лучше пройдет именно для знака Лев. Три планетки в оппозиции к знаку Дева будут создавать Девам небольшое напряжение, хотя именно сегодня и завтра Луна из знака Телец даст Девам позитивный выход этого напряжения, какой-то будут очень интересные и приятные эмоции. Непосредственно 8 марта тоже будет благоприятно, Луна в Раке симпатично смотрит в сторону знака Девы, то есть у вас будет над чем погрустить, будет над чем порадоваться. Весы. Весы непосредственно когда начинается 8 марта, Луна создает напряжение к знаку Весы, то есть в первой половине дня Весы Девочки будут чувствовать, готовы будут всех поубивать. Но это мягко сойдет на нет и уже вторая половина дня вы будете снова улыбаться, все у вас будет хорошо. Скорпион. Скорпионом лучше отмечать 8 марта, 7 марта. 7 марта очень хороший целый ряд аспектов и со стороны Рыбы, и со стороны Рака, и в сторону Скорпиона. Или скажем так, начните отмечать его с 7 вечером и закончите уже где-то примерно 9. Будет самое оно. Хотя 8 непосредственно второй половине дня, все-таки будьте аккуратны со своими эмоциями, лишний раз промолчите, а то можете что-то такое сказать, что может обидеть ваших близких и ваших любимых. Знак Стрелец. Ситуация тоже немножко двоякая. Вот позиция со стороны Овна очень благоприятна для знаков Стрелец, для налаживания отношений, для каких-то вот, как минимум, для хорошей встречи праздника 8 марта. Утро будет так себе 8, но после обеда Луна входит в лев, и эмоции вас будут переполнять. При этом негативный аспект дает Солнце, то есть не одевайте на себя корону. Будьте немножко скромнее, и все у вас будет прекрасно. Козерог. Сегодня день у Козерога пройдет равномерно, так красивенько, аккуратно. Луна будет этому способствовать. Вот непосредственно 8 марта вы проснетесь в самом ужасном состоянии. Вам будет казаться, что все плохо, и вас никто не любит. Это пройдет буквально примерно уже к 11-12 часам. Луна выйдет из оппозиции, и вы поймете, что жизнь прекрасна, и все замечательно, не надо нервничать. В общем, немножко терпения 8 в первой половине дня. А у водолеев все полностью наоборот. Первая половина дня 8 числа пройдет у них замечательно и хорошо. А вот во вторую водолеи могут немножко почувствовать перегруз. Знаете, когда будет много всяких поздравлений, много обязательных праздников, куда надо быть, там туда. В общем, вы будете почувствовать немножко усталость. Попробуйте 8 марта со второй половины дня убежать от всех подальше и встретить его с близким человеком в каком-то небольшом уединении. Это будет для вас один из лучших вариантов. При этом сегодня и завтра попробуйте свои эмоции немножко сжать, потому что могут быть не очень приятные эмоциональные состояния. Зато очень хороший период у вас идет понедельник и вторник. Рыбы. Ну, пока у вас там обилие планет в вашем знаке, вы сейчас достаточно сильны, достаточно интересны. Мало того, от Солнца идет, ну, очень хороший аспект в планете Сатурн. Она вам долгое время мешала, а именно сейчас она в позиции помогающей. То есть сейчас у вас какие-то прорисуются интересные долгосрочные планы. Возможно, что-то нарисуется, какой-то проект, связанный с расширением недвижимости. Там квартиры, там домик построить, что-то такое. Будьте аккуратны понедельник и вторник. Эмоции могут быть, так сказать, в вашем аквариуме немножко будет закипать вода. Зато чуть попозже, 7-8 марта, у вас будут замечательные дни. Главное, ситуация очень похожа на козерогов. То есть первая половина дня 8 марта будет все вокруг вас гореть, бурлить и пылать. Возможно, даже какие-то конфликтные ситуации, разбор полетов или что-то типа такого. Зато во второй половине дня все это перейдет в какой-то очень красивый праздник. Вот вам, в отличие от водолеев, не надо уединяться. Вам нужно его отметить как-то вот в большой красивой тусовке. Вот примерно такая картина. Что хочу сказать всем, независимо от знаков зодиака. Вот большой квадрат на небе 8 марта. Рекомендую пересмотреть, что вы называете словом любовь. Потому что для кого-то любовь это эмоции, для кого-то страсть, для кого-то любовь это анахата. То есть посмотрите на любовь с максимально возвышенной точки зрения. Она бы уже давно победила. Но помогите любви победить. Любите сами. Любите прежде всего себя. Потом любите своих ближних. И тогда любовь, которая есть у вас, вы сможете в этот день подарить своим близким, своим любимым. Пусть вам повезет в любви.